Приветствую вас, и поскольку ваша жена отказывается идти к психологам, то соответственно разговаривать нам придется с вами только. И, соответственно, вам предстоит самому для себя решить, что вы делаете, что вы хотите делать, ну и так далее, и так далее, как бы вот, ну, в дальнейшем. Значит, есть несколько моментов, которые я увидел в вашем тексте, моменты довольно важные, моменты довольно, мне кажется, интересные и ключевые. Ну, во-первых, вы пишете о том, что, значит, вы ссоритесь со своей женой. 2016 год, пишете вы, был очень, очень тяжелый для вас, и пишете вы, что, значит, ссоры у вас были, ну, достаточно регулярно. Вот. Значит, также, в этой ситуации вы пишете о том, что спустя определенное время вы вернулись, вы вернулись, значит, к ссорам, и, соответственно, после этого она вас выиграла. Вот здесь я улавливаю ваш перенос ответственности. Вы говорите, что не... Я вздорился со своей женой по бытамым вопросом. Не я возвращался к ссорам, а мы возвращались к ссорам. Вот это вот, к сожалению, это вот такая, знаете, ловушка, которая, к сожалению, подстерегает очень многих на пути к счастливой семейной жизни, да. Вот. И вы в нее, к сожалению, тоже попали. Вы говорите, мы ссорились, мы возвращались к ссорам. Но ведь вы же ссорились, понимаете? Вы, получается, возвращались к ссорам, а не вашего супруга. Вы возвращались к ссорам. И вопрос заключается в том, почему вы ссоритесь со своей женой. Зачем вы ссоритесь со своей женой, что вы пытаетесь здесь, там, например, доказать и так далее. То есть, первое, это нужно научиться вам нести ответственность именно за себя. То есть, в первую очередь, за себя. То есть, говорить, я ссорюсь, я возвращаюсь к ссорам и так далее, и так далее. Не говорить о том, что вы вернулись, как вы говорите, к ссорам. Это не было бы в данном конкретном случае правильной трактовкой того, что с вами, собственно говоря, происходит. Я хочу, чтобы в этот момент вы их уяснили для себя. Он в этом. Далее. Далее вы говорите о том, что, значит, ваша жена предъявляет такие требования, значит, что она хочет, чтобы все время вы ей делали подарки, приглашали в ресторан и так далее. Тоже, знаете ли, довольно интересная ситуация, получается. Вы, как бы, говорите ей о том, что она не права и ссоритесь с ней, вероятно. И пишите нам, что, значит, ну, вот, вы не делали чего-то для нее, потому что она к вам никаких шагов не предпринимала. На мой взгляд, это весьма интересная такая вот ситуация, весьма интересный момент. Значит, у нее есть определенная модель поведения к вам. Она хочет, чтобы вы приглашали в ресторан. Ну, она хочет, чтобы вы звали ее в ресторан, у нее есть какие-то свои потребности. Вот. Вопрос. Откуда у нее эти потребности взялись? Почему она считает для себя эти потребности допустимыми, например, оправданными, например, и так далее? Почему она считает их нормальными? Значит, когда-то вы, получается, для нее делали это все, а потом перестали. Почему вы считаете, что женщина должна первая делать шаги к мужчине, например? Тоже важный вопрос. Как вы видите позицию женщины в своем браке, и как она видит позицию мужчины в браке? Это очень важный и принципиальный момент задержки. Выписывайтесь из недостатков. Жена сказала, что вот ей нужны подарки и так далее. Я, увы, этого не делала, так как с ее стороны не видела никаких шагов в свою сторону. А как было раньше? Как было изначально? Изначально вы делали какие-то шаги в ее сторону или как? Изначально вы вели себя как-то иначе или как? Если да, то что изменилось? Я имею в виду, изменилось в первую очередь у вас. Почему вас, ну, скажем так, почему вас перестало устраивать эта ситуация? То есть жена же не из ниоткуда взяла вот эту вот, эту модель поведения. Она же, ввела ее откуда-то, значит, вы, получается, позволяли своей жене так себя вести. Вы, получается, что? Допускали для нее возможность так себя вести. Такой модель поведения придерживаться. И она так себя вела. А потом вы перестали, да, получать. Либо вы перестали, либо вас перестало устраивать такая ситуация, и вы изменились. То есть вы изменились, опять же, вас перестало устраивать что-то. Либо произошел какой-то конфликт, с которым все началось. Но в любом случае то, что вы говорите по поводу ссор, по поводу вот этих моментов, это все как-то довольно, так, знаете, ну, очень односторонне получается. У вашей жены были основания так себя вести. Вопрос в том, какие это основания были. И далее вы задаете нам такой вопрос. Нет, значит, мы сейчас не живем. Значит, там, вот, скажите, как быть. Значит, смотрите. Вопрос, как быть, решается так. Вам нужно сперва определить для себя, чего вы хотите. И если вы хотите в стране семью, то необходимо с женой своей договариваться. То есть, чего хотите вы, чего хочет она, что делает вы, что делает она. То есть, разбираться со всем довольно конкретно. То есть, главное, не просто разговаривать о своих желаниях, а говорить о том, чего вы хотите. У меня сложилось такое ощущение, что вы этого не делаете. Вы не разговариваете о том, чего вы хотите. Вы не обсуждаете то, чего хочет каждый из вас. И из-за этого возникает, конечно же, проблема. Из-за этого возникают у вас трудности. Из-за этого возникают у вас конфликты. Вот это то, что можно вам порекомендовать. То есть, если вы готовы сами свое поведение по отношению к жене менять, то у вас есть все возможные средства для того, чтобы брак сохранить. Потому что она явно нуждается во внимании, она явно нуждается в любви и так далее. И этого явно не хватает. Почему не хватает? То есть, вопрос другой. Но она не чувствует себя с вами женщиной. Можно сколько угодно говорить, что это плохо, что это ненормально и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чего вы хотите сами. В контексте, в конце концовки, вот своей семьи, да, в контексте своего брака. Хотите, если хотите отношения сохранить, нужно учиться, в первую очередь, нести ответственность. Говорить, что это я ссорусь со своей женой. Ничто мне делать, а чего я хочу. И что я могу сделать для того, чтобы добиться того, чего я хочу. Вот это в большей степени неправильная постановка вопроса, нежели та, которой вы придерживаетесь, нежели та, которую вы продвигаете. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вам, в наилучшем варианте, вам нужно самому, значит, обратиться к психологу и проработать все свои моменты спорные с женой. То есть, почему начали ссориться на почве бытовых проблем, значит, это никогда не бывает. Просто так, вот у вас всегда есть, причины у этого всегда есть, основания, как правило, причины кроются в недостаточной чувственной жизни, в недостаточной эмоциональности, отношений и так далее, и так далее, и так далее. Но, дело не в этом. Еще раз, дело не в этом. Дело немножечко в другом. Дело именно в том, чего вы хотите и на что вы готовы. Понимаете, если вы хотите, можно и нужно с этим работать. Если вы хотите, то можно и нужно ваши отношения сохранить. Для этого нужно учиться определенным моделям поведения. И в вашем случае это в первую очередь собственная ответственность и второе, умение разговаривать и доносить до человека свои желания. Уметь грамотно строить диалог и не вступать в ссоры. Просто не ссориться и понять, что ссорость с женщиной вы вредите только себе. Вы никогда ничего не добьетесь ссорость с женщиной. Для нее ссора это нормально. Для нее ссора это средство. Для мужчины ссора это означает слабость. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались ко мне, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.